За последнее время в Севастополе было четыре резонансных случая между пациентами и медработниками. Каждый из них рассмотрели на заседании комиссии по этике и дентологии при Департаменте здравоохранения города. Оно состоялось впервые. Встреча прошла 14 января. Меня лично как у председателя вызвало ощущение, что в большинстве случаев определенные данные конфликты спровоцировали пациенты или родственники. Глава комиссии поделился недовольством. В последнее время, по его словам, пациенты занимают излишне активную гражданскую позицию, забывая банальные нормы приличия. Почему, допустим, пациенты позволяют себе врываться в смотровой кабинет, где принимает врач, взять телефон, даже не снял верхнюю одежду, снимать данное все. Ну, допустим, во многих учреждениях, насколько я знаю, при заходе все телефоны складываются в определенные ящики, и человек с собой не заходит. Это и в силовых структурах, и везде. Иван Баячко отметил, все четыре инцидента произошли в первой городской больнице. Конфликтность, по мнению председателя комиссии по этике и деонтологии, вызвана в том числе и увеличившейся нагрузкой на отделение приемного покоя. Сказывается долгое ожидание в очереди. Да, слилось пациенты с второй и с третьей городских больниц, что увеличило, я думаю, в разы потоки пациентов. Понимаете, как, то есть непосредственно говоря, принятие решения по созданию, может быть, какого-то быстровозводимого здания для того, чтобы приемный покой был полноценным и соответствует тем нормам, которые ему необходимы. Также глава комиссии пожаловался и на сомнительное качество оказания услуг охранных предприятий, выигрывавших тендеры на обслуживание медицинских объектов. С его точки зрения, подобную работу необходимо доверить силовым структурам. Пациент пять дней принимал спиртные напитки. Ему стало плохо. Его привезли в приемную сосудистого центра. Доктор ему сделал КТ, МРТ, общий анализ крови, обследовал, пришел к выводу, что он нуждается в амбулаторном лечении, на что была вызвана реакция родственников о плохом оказании медицинской помощи. Ну, соответственно говоря, перепалка. Первая горбольница данному врачу вынесла выговор. За то, что он в мундире, в первую очередь, он должен соблюдать определенные правила. По мнению Ивана Баячко, подобные случаи должны мотивировать руководство учреждений здравоохранения чаще обращаться в правоохранительные органы. Из четырех случаев только одному врачу по итогам комиссии заменили выговор на замечание. Остальные после понесенного наказания решили закончить свою карьеру в медицинской сфере. Пример сосудистого центра уволилась там по отношению к женщине, уволилась сестра и санитарочка. Им был вынесен выговор руководством первой городской больницы, но они по собственному желанию потом ушли. Мы тоже пришли к выводу, что да, имелось грубое нарушение, особенно по вопросам и контроля со стороны заведующего отделения, и контроля со стороны главной медсестры, и контроля со стороны лечащего врача, и поведение, непосредственно говоря, сестер и санитара. В заключении Иван Баячко заверил, что в Департаменте здравоохранения проведут серьезную работу по повышению медицинской этики в учреждениях Севастополя. А заседания профильной комиссии станут регулярными. Проводиться будут раз в квартал.